После таких вводных слов, как дальше жить, ну, в общем, чтобы без кокетства, я хочу сказать, что для меня большая честь выступать в Московском университете. Начну с простого, а именно, с простого в кавычках, а именно хочу обратить ваше внимание на статью авторов, многим, вероятно, хорошо знакомых, ну, нам-то точно хорошо знакомых. Вот, и видите, эта статья называется «Что такое жизнь с точки зрения психологии? Историко-эволюционный подход к психофизической проблеме». Это, на самом деле, ровно про то, про что я буду говорить. Я обращу внимание на то, что я выделила красным. Во-первых, эффект опрощения, я к нему еще вернусь, и сознание, как ожидание непредвиденного. Я даже не буду сейчас комментировать, я просто к этому подберусь позже. В этой статье, в частности, упоминаются Шерингтон и Лурия, и говорится о такой вот метафоре, которая носит название simple living, то есть опрощение жизни. О чем идет речь? Речь идет о том, что мы последние уже очень много лет, мы, я имею в виду, вообще вся наука, естественно, научная, мы заведомо упрощаем, без чего мы, наверное, не можем обойтись, заведомо упрощаем объект, который мы исследуем. То есть мы почему-то считаем, по привычке, я думаю, и в этот момент нас не подташнивает, по привычке мы считаем, что для этого сложнейшего объекта, который психика, наше сознание, подсознание, вот все это высшее, что оно поддается таким же методам, какие используются вообще в естественных науках. Что делает наука? Она делает две вещи. Во-первых, она наблюдает за миром, мир, можно понимать, в узком, можно в широком смысле, из зала. Ученый сидит в зале и смотрит на сцену, на этой сцене находится мир. То есть он, как бы в этом мире его и нету. Вот с чего эта наука взяла, вот это понять совершенно нельзя. Но мы привыкли так жить, что мы как бы такой нейтральный наблюдатель. Вот мы ни на что, ни во что не вмешиваемся, а сидим смиренно и хорошо, мы подготовлены, мы научены. И что мы делаем дальше? А дальше мы делаем анализ. Вся наука стоит до сих пор на анализе. То есть она все больше и больше разрезает кусочков, все мельче и мельче. То есть сначала атомы, потом то, что в этих атомах, потом пошли кварки, фотоны, вот теперь там струны появились. Вот меня интересует, сколько мы еще будем это резать? И почему мы считаем, что, во-первых, есть какой-то предел этому резанию, но самое главное даже не в этом. А самое главное, зачем мы режем? Это значит, что мы исходим из того, что, зная части, мы путем разных манипуляций, в том числе напряжения всех наших интеллектуальных сил, в итоге соберем какую-то картину. То есть мы исходим, как я считаю, это не все так считают, как я считаю, мы исходим из презумпции, что знание, очень тщательное знание частей даст нам целое. Хотя, а это, похоже, вера, потому что целое больше, чем составляющие его части. И это довольно ярко и просто и изящно, как все, что он делал, формулировал Юрий Михайлович Лотман, с которым я имела счастье хорошо быть знакомой, многократно ездила в Тарту и беседовала с ним. Он говорил это просто, что теленка, конечно, можно на стеки разделить, но только обратно он не собирается. Вот, так вот, не делаем же, не делаем ли мы эту вещь? То есть вот это вот под этот simple living мы исходим из того, что, ну, просто лупа у нас еще недостаточно крупная или томограф недостаточно мощный. Пора переходить от ситуации знания к ситуации понимания. И это отнюдь не так банально, как звучит на первый взгляд. Потому что проблема понимания стоит совсем в другой области, в которую я сегодня даже и залезать не буду. А именно, вот у нас появился, это то, что сейчас очень модно и бесконечные семинары собираются, появился искусственный интеллект, который, ну, прям совсем как мы. То есть не отличим. Поедем дальше. Но это вот такие опасные точки. То, что мы сегодня обсуждаем на тему несходимости психического и физического, несмотря на то, что идут не то, что десятилетия, а столетия, я вот что-то не вижу настоящего продвижения на этом пути. В 1863 году Сеченов вот что писал. Ну, сами видите, что это такой механизм, наш мозг, который неведомо какими причинами, и даже, судя по всему, ему и не важно, какими причинами, он приведен в движение и дает окончательном результате вот то, что мы собой здесь сидящие и являем, а именно высокого полета психическую деятельность. Вот здесь на каждом шагу можно споткнуться. Потому что, скажем, я не хочу намекать на дешевые голливудские сюжеты типа «Матрицы», но все-таки, если это очень хорошо работающая программа, то вроде она дает нам высокий полет. Это на самом деле высокий полет или это имитация? Это очень трудные вещи такие, где, ну, хоть какие-нибудь основания для того, чтобы делать вывод о таком или ином решении. Там есть сознание у кота или нет? Ну, вот как я могу это выяснить? Из того, что кот молчит, следует, что он молчит. Я, конечно, могу исходить из того, что курица, по всей видимости, очень глупа, потому что у нее маленький мозг. Это довольно хилое основание. Потому что, во-первых, не такой маленький, если иметь в виду соотношение мозг и тело. Во-вторых, у вороны, точнее говоря, у врановых тоже не сильно большой мозг. А, как мы знаем, они недавно признаны обладателями интеллекта сопоставимого шимпанзе. Это как получилось и так далее. Таких примеров много, я не хочу сюда уходить. Фрэнсис Крик, один из двоих вместе с Уотсоном, которые нам предъявили двойную спираль ДНК. Фрэнсис Крик, как вы, наверное, знаете, в последние годы своей жизни, немаленькое количество лет, он очень увлекся проблемой сознания. Смотрите, что он пишет. Если бы нам удалось узнать все свойства нейронов плюс взаимодействие между ними, то мы смогли бы объяснить, что такое дух. Вот здесь я перевожу дух, извините за глупую игру словами, и говорю, нет, категорически нет, никогда не соглашусь. Ничего бы мы не объяснили. Мы бы кучу вывалили всяких сведений, цифр там, ну масса всего могли бы нарисовать. Но на этот вопрос мы бы не ответили. Вот я последнее время маньячу, я бы даже сказала, на тему о том, что современной науке везде, в России и во всем мире, ей нужен философ. При этом, когда я говорю философ, я имею в виду и профессионального философа, который работает в команде. Хорошее философское, не образование, а хорошая философская подготовка для самих ученых. Вот мы сегодня были в институте философии, там на другом семинаре, и об этом там как раз вспомнили, что ведь философия воспринимается как какой-то такой необходимый несчастный довесок. Вот когда я училась в университете, понятно, в советские годы, там был целый ряд кошмарных предметов. Там политэкономия, социализм, например, был, неразрешимая загадка, что это такое. Потом оксюмарон, научный атеизм, ну, понимаете, это абсурдная фраза. И вот такого было довольно много, и все мы относились к этому как необходимо, ну, как бы не сдашь экзамен, вылетишь из университета, деваться некуда. Вот что-то в этом духе продолжает оставаться в восприятии философии, как, ну, как бы для приличия надо бы сдать. Вот это абсолютно неправильная точка зрения, потому что философ — это человек, который обучен профессионально, точно и изящно мыслить. Это значит, он может формулировать правильно вопросы. И это значит, что он, как никто, может, может быть, он сам, не обязательно не будучи профессионалом в какой-то области, может объяснить данные. Но он должен рядом быть, он должен сказать, здесь у вас ошибка, логическая ошибка или еще какая-то ошибка. Вы делаете вывод, который не вытекает из данных, которые перед вами лежат. То есть это чрезвычайно важная роль. Поэтому я возвращаюсь к Фрэнсису Крику, который у меня вызывает восторженные чувства, но только вот с этим я не соглашусь никогда. Хорошо, дальше едем. Есть такая вещь при Давиде Израильевиче Дубровском, и говорить про это страшно, но все-таки субъективный мир и объективный мир. Есть такое понятие «умвельт», которое было предложено теоретикам биологии Укскюлем, и «умвельт» означает «мир для данного существа». То есть у муравья свой «умвельт», у козы свой, у меня свой, ребенка трех лет свой и так далее. То есть у всех свой. Встает вопрос, как вообще нам удается хоть до чего-то договориться. Потому что эти миры и действия... Тогда встает вопрос, ну как бы студенты могут задать такой вопрос, и задают. Хорошо, а на самом деле как? Вот вам кажется, что это так? Ну какой мир у кальмара? Да пес его знает, какой мир у этого кальмара. Ну для этого надо кальмаром быть, чтобы понять, как это выглядит-то все. Тогда вот я еще раз говорю, а на самом деле какой мир? Вот откуда посмотришь, вот такой мир и увидишь. Но все-таки субъективный наш мир, он подразумевает довольно много всякого. Но прежде всего это память. Я не буду въезжать в эту сторону, потому что это, так сказать, отдельная лекция должна была бы быть. Все-таки мы это то, что мы помним. Если у нас смело память, то мы это уже не мы. Это уже непонятно, что это такое. Мы это то, как мы себя идентифицируем. А удается идентифицировать? Все ли могут? Все идентифицируют себя? Я имею в виду не на тему, я в психиатрии много работала, я не врач, а исследователь, естественно. Но все-таки первый вопрос, который задают пациенту, который попал в психиатрическую клинику. Как вас зовут? Который час? Какой день? Где мы находимся? То есть как бы он себя размещает вообще в каком-то пространстве? И желательно времени или нет? Поэтому здесь есть, конечно, серьезное. Мы это то, как мы себя размещаем в этом времени и пространстве. В неком объективном времени и пространстве. Объективного это что значит? Это в том, в котором мы все сейчас живем. Это наше собственное время, которое мы должны удерживать в сознании. Мне столько-то лет. Не то, что мне вчера столько, а сегодня столько. А послезавтра на 10 лет меньше. А потом внезапно они 4 минуты больше. То есть мы должны эту способность размещения себя в этом держать во время. Мы должны себя узнавать. А кстати, вот большая загадка. А мы как, собственно, себя узнаем? Я как женщина могла бы и воздержаться, но я не воздерживаюсь. Поэтому, если посмотреть на свои фотографии в 3, 5, 18, 25 и 35, и дальше я остановлюсь. Да, то ведь это просто, это вообще неузнаваемо. Более того, за это время сменилось там большинство моих клеток. У меня сменилось мировоззрение на противоположное. Я вообще другая личность. Люди, которых я любила и высоко оценивала, теперь я считаю, что это абсолютно никчемные люди. Зря я на них время потратила. То есть изменилось вообще все. Что у меня, собственно, осталось? Геном, вот, поэтому, как мы себя узнаем? Значит, у нас есть какой-то механизм, которым мы себя держим. У людей искусства, у гениев, я имею в виду, у них есть какие-то особые щупальца, которые вообще делают другую вещь. Они как-то унюхивают, совершенно непонятно каким образом, они унюхивают вещи, которые потом становятся научными открытиями. Скажем, возьмем импрессионистов. Импрессионисты, они узнали про то, как человек обрабатывает сложные зрительные образы. Узнали, не узнали, а унюхали. За много десятилетий до того, как к этому подошла психофизиология или там сенсорная физиология, как хочешь ее называть. Более того, импрессионисты рисуют то, чего вообще нет. Не рисуют, а пишут. То, чего нет вообще, а именно настоящий момент. Где этот настоящий момент? Его кто-нибудь видел? Он уже прошел. А теперь следующий наступил. И опять прошел. Никакого настоящего вообще в природе нет. Об этом еще Августин Блаженный писал, что он не знает, что с этим делать. Что непонятно, в каком времени мы живем, потому что настоящего нет. То есть мы вообще где живем-то? В том, что прошло, или в том, что еще не наступило? Все-таки Великий Кэрол, я вам скажу. Там много. Вот. И вот здесь вот это вот время, которое течет по-разному в зависимости от того, как получилось. В некотором смысле подсознание, про которое мы довольно мало знаем, оно даже проще. Мы как бы все это свалили, что не рефлексируется в некое пространство, там под водой. И знаем, что это мощная вещь. Действительно мощная. Что она очень серьезно определяет наше поведение. Что это такой энергетический котел. И если ты... Вот те, кто постарше, может быть, помнят, были такие кастрюли из кароварки. Они из такой толстой стали были. И они все варили, студень варили там, в пять раз быстрее, чем любая другая кастрюля. И там дырочка такая была. Через эту дырочку пар выходил. Если эта дырочка закупоривалась, то кастрюлю могло рвануть вместе с домом. Я однажды видела, как закупорилась в доме, кстати, физика одного. Ее так поводить стало. Ну, в общем, короче говоря, это именно то, что будет происходить, если подсознание не будет иметь... Подсознание, без сознания, в данном случае даже не важно. Если оно не будет иметь выхода из-за очень плотно прикрытой крышки внутренней цензуры. Я даже сейчас имею в виду не внешнюю цензуру, а именно внутреннюю. Сам себе все закрыл. То рванет обязательно. И адрес известен, куда рванет, а именно в психиатрическую клинику. Сознание — это то, чем обладают люди. То есть человек, хомо, — это тот, у которого есть язык. Про это я почти ничего не смогу сегодня говорить. Язык не вообще коммуникация, а наш сложный человеческий язык. И второе — это те, у кого есть сознание. Ну, не хочу по кругу ходить, но понятно, о чем разговор. Значит, если это в крайнем понимании сознания, то есть высокого полета вещи, тогда людей на планете жило не так много. И этот список там, Кант, Шопенгауэр, ну, список известен. Или есть точка зрения такая, что сознание — это когда мы не во сне и не в коме. Это тоже очень странная точка зрения, потому что во сне, как мы знаем, происходят удивительные вещи. А уж считать это сознанием или подсознанием — это, знаете, это игрушки. Дело не в этом. И что касается комы, то тоже, к несчастью, таких случаев немного, но те, которые есть, говорят нам о том, что люди, которым повезло, и они из этого каменного состояния вышли, они довольно много слышали и видели. Вот что это было тогда? Сознание — это не эпифеномен, что это реальная вещь, что оно нередуцируемо никуда, что невозможно провести различия между иллюзиями и реальностью, потому что вот сознание — это такое пространство. Не раз уже в разных аудиториях говорила то, что меня поразило в свое время, как Сеченов написал, что мозгу все равно имеет он дело с реальным миром, с воспоминаниями о нем или с выдумыванием. Ничего себе! То есть мозг получается, если это довести до последней границы, то это получается такая герметичная, абсолютно самодостаточная вещь, которая сама себе все и продуцирует. Как скажем, я бы сказала, как мозг психически серьезно заболевшего человека, который заполнен галлюцинациями, и он вовсе не требует выхода во внешний мир, потому что там все уже есть. Поэтому я бы сказала, что для... не новую мысль произношу, но не часто почему-то как-то на поверхности появляющуюся. Мне кажется, что для изучения такого рода вещей психиатрия это очень серьезная дверь, потому что она показывает нам вещи, которые в норме увидеть нельзя. Мы можем только фантазировать. А там ты реально видишь этого человека. Я много лет работала с этим. Понимаете, человек, у которого галлюцинации, нет способа, только совсем уже какой-то врач, который уж совсем ничего не понимает, может начать разговор на тему, вот здесь же нет восьми чертей, и нет, не пахнет здесь газом, никто вас не травит, и в ухо вам никто не говорит, иди и выпрыгивай, там с восьмого этажа, этого же нет ничего. Это идиотский разговор, потому что для него все это есть. Все сенсорные системы могут быть задействованы, все, от тактильных, до альфакторных, слуховых и зрительных. То есть он получает полное представление о мире. Вот это все эти... Отдельные миры. Вот предлагаю, например, вот я нашла такое существо, и мне очень увлекает мысль побеседовать с этим существом. Значит, оно, когда к нему живет в океане, когда к нему приближается кто-нибудь, в ком он чует опасность, оно становится прозрачным. Какой мир у него? И как собираемся общаться? Мне нравятся разговоры, знаете, всякие дешевые, опять же, голливудские фильмы на тему о том, как будем разговаривать с инопланетянами, которые приедут? Вот больше-то не о чем подумать. Вот я... Можно никого не ждать. Опускайтесь в океанские глубины. Можно не опускаться. Наступит июнь с комарами. Рекомендую побеседовать. Меня волнует еще вот какая вещь, и я даже не знаю, почему она меня, собственно, так тревожит. Мы живем не только в мире, скажем так, в стакавычках, твердых объектов, то есть столов, микрофонов, компьютеров, арбузов и творогов. А мы живем в мире знаков. И нам этот мир знаков, возможно, важнее, чем реальный мир. Вокруг этого идут войны, все человечество на этом, так сказать, уже много тысячелетий себя истребляет. На этом построена наша цивилизация, уж искусство-то точно. То есть, почему мы рыдаем над фильмами или над книгами? Не было этого ничего никогда. Зачем придумали? А я серьезно интересуюсь, вот зачем? Ведь есть реальный мир. Для чего? Почему такая потребность эти вторые миры создавать? Зачем эти удвоения? Зачем эти повторы? Мы очень гордимся тем, что у нас большой мозг и тем, что у нас большие лобные доли. Но есть и другие существа, у которых большие лобные доли и серьезный, очень сложно организованный мозг. Например, к примеру, у дельфинов ужасно сложный мозг. У нас нейронов больше. Другое количество нейронов. То есть, плотнее эта сеть. Некоторое время назад я наткнулась и не могла оторваться на письма и некоторые заметки Эйнштейна. И стала их читать. Не пожалела. Эйнштейн пишет, вера в то, что внешний мир независим от воспринимающего объекта является основой естественных наук. Что, мы уже говорили, вроде бесспорная вещь. То есть, это объективный мир некий. Он, кстати говоря, Эйнштейн так и не смирился. Он немножко примирился с квантовыми фокусами, но не сдался. Полностью он так и не сдался. Но смотрите, что пишет тот же человек. Душа и тело пишет Эйнштейн, заметим. Не богослов, а Эйнштейн. Это просто разные способы смотреть на одно и то же. Вот уж никак не ожидала от Эйнштейна таких слов. С разной точки смотрим. Был такой замечательный человек, нейрохирург, Валентин Хеликсович Войно-Ясенецкий. Он был архиепископ. Разумеется, сидел много лет. Вообще, страшная судьба. Сейчас он святой. Вот. И на разных допросах он много разного говорил. Вот то, что здесь написано, вы сами можете прочесть. В другом месте я читала. Ему говорят, ну где ум-то, ум? Где вы там видели ум? В мозгу. Вот вы оперируете. Где видели? И он говорит, сколько я сделала операций на мозге, ни разу не видел там ума. И чести не видел, и совести не видел. Это знаете, что напоминает? Это напоминает, как когда Гагарин полетел в космос и вернулся вскоре, как мы знаем, то атеисты все кинулись его спрашивать, видели ли он там Бога. И он его, естественно, не видел. О чем и сообщил. Ну вот. И они говорят, ну вот, пожалуйста, все, вопрос исчерпан, как бы он Бога не видел. А как они считали, что он должен был увидеть? Он как на старых картинах должен был увидеть такого старца благообразного с большой бородой, который в облаке удобно устроился. Знаешь, уже слепил Адама, теперь выдрал у него ребро и подружку ему лепит. Да вот он, они что хотели увидеть? Поэтому когда, это у меня, кстати, молодые самые студентов, которые вот к нам приходят и говорят, я хочу вот мозг, я хочу там вот увидеть, особенно хочу работать на открытом мозге. Но я даже не буду комментировать. Кто их пустит туда, к этому открытому мозгу? Даже дело не в этом. А дело в том, они что собрались увидеть там? Они что собрались увидеть? Здесь написано Ди-причастие. Ди-причастие. Или что? Ум, честь и совесть нашей эпохи, КПСС. Что они собрались увидеть? Они же увидят ткань. Значит, это не тот способ видеть. А какой способ? Мы говорим, у нас много есть разных методов, очень хороших. Я не ругаю эти методы. Я и сама участвую в работах, которые используют эти методы. Но для того, чтобы что-нибудь увидеть, нужно правильно задать вопрос. Это я опять к тому, что философ не только не последний человек. Он не только не маргинально где-то рядом для приличия стоящий. Он тот самый. Как я должна задать вопрос мозгу, чтобы когда я получу информацию из позитронно-эмиссионного томографа, я получила ответ на свой вопрос. Ну, я получу 5000 тонн цифр. Дальше, что буду делать с ними? Василий Розанов. Всегда быть наблюдателем, не участником. Вот в чем страдание. Вот я думала, когда я это прочла, я думала, а в чем страдание? Вот что он страдает-то? Бердяев. Существование проявляет себя через человека. Здесь есть о чем подумать. Что значит проявляет себя через человека? А вне человека есть оно? Что значит проявляет? Человек — это микрокосмос и макрокосмос. Это я просто семена в зал кидаю. Я не предлагаю сейчас разбирать, это требует огромного времени. Владимир Петрович Зинченко. Прямой текст, жесткий. Внешний мир строится изнутри. Внешний мир строится изнутри. То есть, как ты его построишь, так и будет. То есть, мы не страдальцы, которые наблюдают и ни на что повлиять не могут. Мы как раз активные участники. Как ты его видишь, такой он и есть. И если ты хочешь его изменить, изволь менять. А если ты ничего не делаешь и спишь все время, тогда не жалуйся. Тот нейрон, который живет в зрительной коре, он там и живет. А тот, который живет слуховой, или, ну, неважно в данном случае, где показать, потому что, который речью, скажем, занят, он там и живет. Но для выполнения определенной задачи участвует гора всякого. Ассоциации такие-сяки. Вот когда я читаю, запах лимона у меня там появляется где-нибудь. То есть, вообще страшное дело. Так вот, no two people are wired the same way. А вот теперь я задаю вопрос науке, представителем которым я являюсь. А как со статистикой будем обходиться? Мы же что берем? Мы берем, нам нужно для того, чтобы хи-квадрат получился, условный, это как метафора, да, нам нужно 18 испытуемых, чтобы прошло через функциональный магнитный резонанс. Среди этих 18, три алкоголика, три домохозяйки, три профессора гуманитарных, но не умеют считать, забыли таблицу умножения, как я, трижды 8 и предел, и так далее. И вы всех их собираетесь сложить, да? Более того, их будет складывать, поскольку мы будем сложные вещи складывать, то складывать их будет огромный компьютер, который будет считать маленькие штучки. А надо ему это делать? Может, пусть отдохнет компьютер этот? Зачем эта информация? Она не нужна. Это единичные вещи. Кстати говоря, вот в той области науки, в которой я работаю, все больше и больше звучит case studies. Одного будем исследовать. Правильно, но у науки есть свои правила. Нам статистика нужна даже на одном. Я могу исследовать одного человека, тогда должна его 30 раз прообследовать. Хорошо, пока не то, что 30 раз. А если он уж не совсем дурачок, тот, кого я обследую, то уже на второй раз он помнит мое задание. Так? Или ему надоело, или он устал, или, как, кстати, я сталкивалась на работе с маленькими детьми, умные маленькие детки, которые, у них еще мозги чистые, он понял алгоритм. Он, разумеется, его не может вербализовать, это он не может сказать, о, я нашел алгоритм. Нет, он просто понял. И он начинает гнать вам, как будто он автомат, он со временем вам выдает одинаковый результат. У меня, кстати, это очень интересная у нас была работа, сложная лингвистическая работа, я ее все описывать не буду, но просто как пример работы вот с таким, с живым материалом. Дети должны были спрягать несуществующие глаголы. Мы потом эту работу делали на функциональном магнитном резонансе, на взрослых и так далее. Но на детях надо было, причем на очень маленьких детях думать, как они будут делать это. И я думаю, господи, милостивый боже, у меня там, скажем, 50 этих слов, эти дети меня пошлют подальше там после второго слова. А вышло все наоборот. То есть, а именно, они вошли в игру, вот, и когда уже там 60-й стимул шел, и я все ждала, когда ребенок наконец вообще меня отпустит, он говорит, что, все, как бы, что, все, когда в следующий раз придете. Он страшные вещи делал, лингвистические, несуществующие слова. Он, значит, он производил очень сложные формы. А противоположные этому, это вот тот случай, когда ты не можешь предвидеть, что получится. Я уверена была, что будут большие сложности с детьми, а сложности не было. Зато я была уверена в успехе, когда шла те же вопросы задавать больным шизофренией, потому что про них известно, что они любят неологизмы, любят играть со структурами. Я думала, вот это как раз я им даю правильную пищу, как бы. Вот. И первый же пациент меня срубил на корню. Огромный детина, значит, вошел с санитаром, чтобы он меня там не убил сразу. И я ему говорю, вот там такое задание такое будет. Он посмотрел на все это и сказал, спрягать не буду. Я говорю, а что так? А он говорит, да, что нет таких слов. Ну, я спела лучшую из своих песен, как я думала. А именно, что жизнь сложна, что язык подвижен, есть слова, которые были, а их теперь нет, есть слова, которые мы сами придумываем, есть слова, которые впоследствии появятся. Он посмотрел на меня чугунным глазом и сказал, я не тороплюсь. Когда появятся такие слова, тогда и приходите. Если наш мозг и компьютер, то уж как, я имею в виду метафорические, то уж как минимум не один, потому что один-то алгоритмический, а второй-то гештальтный. И в нем лежит вся эта свалка, из квалия, в частности, из разных метафор, принюхалась, увиделась, нравится, не нравится, холодно, кисло. Вам кисло, а мне сладко, а вам холодно, а мне как раз жарко. Вот это все, оно же где-то лежит, а это что, алгоритмы, что ли? Нет, это не алгоритмы. Когда говорят на эту тему, то говорят, подождите, скоро появятся квантовые компьютеры. А вот я как этот шизофреник скажу, вот когда появятся квантовые компьютеры, тогда поговорим. Сеченов и Павлов это люди, которые в эту игру играли, как я вам уже говорила, при всей моей нелюбви к Ивану Петровичу Павлову, все-таки он в это играл, но не ущипнуть я его не могу и сейчас ущипну. Арбейли Леон Абгарыч в институте, созданном им, я проработала больше 20 лет, это институт эволюционной физиологии и биохимии имени Сеченова, где я как раз и стала нейро уже ученым. Вот он создал этот институт и к чему я клоню? К тому, что когда печальные события в нашей истории, нашей биологии начались, то Арбейли один из пунктов, по которому его громили, был как раз потому, что его подозревали в идеалистической так сказать точке зрения на психофизический параллелизм. А вот его великий учитель Иван Петрович Павлов, я без иронии говорю, потому что он, разумеется, великий, а тот факт, что мне он не нравится, это не более, чем факт моей жизни. Он запрещал разговоры о first person experience или о субъективных состояниях или вообще о сознании у себя в лаборатории, а кто произнесет, пусть уходит. Мне нравится, когда так. Вот. И его идея, вот эта парадигма активности, то есть происходят какие-то события в мире, а мы на них только реагируем, это противоречит совершенно другой точке зрения, парадигме активности. И тут находятся, например, вот такие трое людей. Петр Кузьмич Анохин, Дональд Хепп и Шверков. Ну а сейчас это продолжают их ученики, естественно, и родственники. Алексей Алексеевич Леонтьев. Психология активности. Активности. Владимир Бехтерев, который недооценен во всем, я бы сказала, ну узкие круги знают, конечно, но широкая публика считает, что он что-то вроде шамана, как только истеричка какая к нему придет, он на нее как начнет орать, она тут же как встанет и уйдет здоровая. Но он был серьезный ученый, разумеется. И между прочим, что я вот здесь и предъявляю вам, в 1888 году он выступал с парадной лекцией в Казанском университете, где описал проблемы бессознательного весьма ясным образом за три года до Фрейда, которого мой любимый писатель Набоков, иначе как венский шарлатан, не называл. Галилей говорил нам, что книга природы написана языком математики. Книга природы написана языком математики. Это значит, что математика объективная вещь. Объективная вещь. А объективная вещь она. Почему, я уже намекала на это, почему математические доказательства применимые к реальной природе. Кстати говоря, тут меня уел ребенок недавно. Я выступала в Сириусе, что это очень интересное место, но я периодически езжу туда. И люди, которые рядом, ну там много очень людей было, но в частности сидели математики, дети, которые уже победители вообще всего на свете. и вот я примерно это произнесла, мальчик встает вот такого примерно размера и говорит, нет, говорит, Галилей прав. Я говорю, а почему Галилей-то прав? Он говорит, потому что, а Кант, Кант ему не прав. Я читала, нет, он ошибается. Вот, а Галилей прав, потому что математические законы подтверждаются физическими законами. И это серьезный, между прочим, серьезный аргумент. Помните, я задавала вопрос недавно, зачем искусство? Лотман пишет, необходимость искусства очевидна, это ему очевидно. Она дает возможность человеку, а вот дальше очень важно, пройти непройденной дорогой. В мире не было этого. Основная идея Лотмана была, что искусство не изображает жизнь, а творит жизнь. Это противоположная позиция. Это не то, что посмотрели, а писали. это именно то, что у меня вызывает раздражение. Хорошо, вот ты уже ешь свою пиццу, ты зачем ее фотографируешь, если не секрет? Нет, ну ты уже ее ешь, вот она уже сделала. Ты что хочешь сказать? Ведь это серьезный вопрос. У меня вот лежат очки, да я зачем должна их рисовать? Это не глупый вопрос. Почему дубль? Должен быть, почему дубль? А он говорит, это все глупости. Ведь вот тургеневские барышни, помните, которые чуть что в обморок падают? Так вот, она как чуть чего увидела, сразу бряк в обморок, и все вокруг скачут с этими нюхательными солями, чтобы она, значит, пробудилась. Не было никаких тургеневских барышень, пока Тургенев их не написал. В этот момент все падали, в обморок стали падать. Не было никаких этих Рахметовых, пока Рахметов не был написан, после чего все легли на гвозди испытывать, значит, стойкость духа. Не было никаких лишних людей, пока не был описан лишний человек, и все бездельники встали с софы и сказали, ой, так мы же не просто бездельники, мы лишние люди. Вот в чем неприятность. То есть искусство это вторая жизнь, это другая жизнь. Мы себе еще один мир строим. Павел Флоренский на эту тему говорил, ну вот то, что здесь написано, он говорил вещь, которая имеет отношение и к науке, и искусству. Для того, чтобы прорыв такой свершился, независимо от того, это дыга или это, я не знаю, физик гениальный, должна наступить такая расшатанность и сумеречность сознания, всегда глуждающего, как он пишет, на границе миров. Это не художественный образ, это правда. Если почитать дневники и описания, свидетельства людей из мира, не из мира, а из когорты тех, кто эти открытия делали, они практически все это пишут, что это все происходило в каком-то особом, в какой-то отдельной особой жизни. Что-то с ними такое происходило. Другой вопрос, что сон снится на тему правильно построенной таблицы периодической Менделеева и его кухарке не снится. Я имею в виду, что нужно большой путь пройти для того, чтобы потом, войдя в такое состояние, вдруг свитч такой раз и вот оно. Художество, он же пишет, есть оплотненное сновидение. Ничего себе! Это кристалл времени в мнимом пространстве. Вообще их надо почитать внимательно, этих людей. Вот уже так. В мире сновидений время, возможно, течет в обратном направлении. Это опять-таки Алиса вспоминается. А Юрий Михайлович Лотман, когда очередной раз мы в Тарту приехали, он, возможно, он это читал, возможно, сам додумался, не знаю, он сказал, ну, наивный с точки зрения естественных наук, он сказал, слушайте, а мы не можем какую-нибудь там энцефалограмму снять восьме, чтобы доказать, что время в обратную сторону идет? Ну, понятно, что мы не можем и никогда не сможем, то есть энцефалограмму мы снимем, но толку-то что? Борис Викторович Раушенбах, академик, математик и человек, который топливо изобрел, на которых корабли в космос летают. Видите, он что говорит? Это от математика ты не ждешь. Эндалоном может быть только мозговая картина. сама математика не дает возможности сказать, что главное, что второстепенное. Вот теперь давайте к мозгу. Мозг сразу знает, что главное, что второстепенное. А вот откуда он знает? Он видит, он же должен был бы статистику перебрать, огромную статистику, а он с первого предъявления. Вот вы, когда встречаете знакомого человека на улице, вы же не сравниваете, не сверяете так? Усы те, галочка, брови те, там, подбородок, вроде тот. Этого же ничего не происходит, вы можете мне сказать, нет, он все это делает только очень быстро. Похоже, что нет. Похоже, что нет. Логическое описание мира может становиться препятствием для получения новых знаний, потому что не все они лезут в эти коробочки. Есть те, которые не лезут. Чем хорошая музыка отличается от плохой? Не измеряются ни децибелами, ни литрами, ни миллиграммами. Ничем не измеряются. Это другое вообще. Конечно, это не сумма миллиардов нейронов. И, конечно, восприятие это активное извлечение знаний и даже конструирование. То есть, благодаря сознанию только мы обретаем способность что-то вообразить и строить мир, которого не было. В этом смысле и наука, и искусство они сходятся. Искусство творит мир, которого не было. Нет часов, которые текут со стола. Но и нет того, что придумывает наука. что я хотела бы знать? Во-первых, я хотела бы знать дурацкие вопросы, кстати, все как один. Зачем такая большая сеть? Она так огромна. Нам ее... Поэтому, когда идут разговоры, вот человек будет дальше развиваться, у него будет такая голова. Но это просто цирк-кино. Зачем нам такая голова? У нас здесь вселенная находится. Нам с ней-то, дай бог, вообще разобраться когда-нибудь и то мало шансов. Все-таки, а зачем она такая огромная? Надо ли так много этого? Я раньше еще задавала вопрос, который теперь не задаю, потому что умные люди мне на него ответили. Я интересовалась, зачем мусорная ДНК? Ну, думаю, на кой черт там так много вообще не существует? Ну, этот вопрос нет, потому что она не мусорная. Может и здесь что-нибудь такое выяснится? Как она сплетена, эта сеть? Эти узелки, узелки тоже надо было в кавычки поставить. Это что? Это ансамбли, это места, в которых они сходятся, это трубочки. Что это такое? Целые объемы, то есть целые большие куски мозга. Или это то, когда съезжаются туда эти джаз-музыканты, внезапная эта картина, которая потом рассыпается. Информация где? Она в отдельном нейроне? В самой сети? Она внутри клетки? Пишу я, Боже упаси, потому что мне не нравится. Но даже в этом зале есть люди, я точно знаю, которые считают, да, внутри клетки. Хорошо, а дальше? Режем клетку, режем дальше. В фотоне тоже? И дальше? Едем дальше, вниз. Там струны пошли, райская музыка играет. Может ли сеть работать автономно? Это то, о чем Чалмер в свое время писал, даже не буду комментировать. А может, у нее свои интенции есть? Это на тему свободы воли, и я не буду обсуждать сейчас это на всякий случай. Осознание все-таки не эпифеномен? Откуда оно взялось? Откуда вообще это все? Может, мы это вообще выдумали все? Сами себя придумали, сами с этим живем. Ну, это маленький, я заканчиваю, это маленький список проектов, которые сейчас идут, он не весь. Я клоню это к тому, о чем Константин Владимирович, естественно, говорил серьезно и гораздо лучше. Мы понимаем, в мире желтого дьявола, живущего в Нью-Йорке, это глупая шутка, да, никто цента не даст просто так, если не видна очень серьезная ценность возможного выигрыша. Поскольку эти цифры, которые здесь написаны, отнюдь не все цифры, есть частные фонды, в этом участвуют огромные деньги, никто бы туда это не отправлял, если бы не надежда на то, что если все-таки мозг нас допустит к своим тайнам, если не полностью, хотя бы частично, это изменит нашу цивилизацию, это изменит все сразу. Макс Планк, сообщаю вам, говорил, the mind is the matrix of all matter. Опять же, ну не ждем мы от физиков таких слов. Матрица вообще всего, всего вещества, мозг, даже не мозг, а что это, ум, сознание, как хочешь скажи. и, наконец, Альберт Эйнштейн, видите, что он говорит? Я вижу часы, но я не вижу часовщика. И человеческий мозг, или человеческое сознание, лучше сказать, здесь не brain, а mind, не в состоянии ухватить вот это все. Ну и так сделаны, короче говоря, это антропоморфный принцип. Мы так помещены в этот мир, что мир, в котором мы живем, нам годится для жизни. Вот сколько бы здесь не было на самом деле измерений, хоть 126, нам от этого ни холодно, ни жарко, потому что 3 мы можем ухватить, поскольку с 4, как я уже сказала, неизвестно, как дела обстоят. Ну и, наконец, что было, что будет, и на чем сердце успокоится? У нас будет другой мир, он не будет, он есть. Если кто его не видит, то сам и виноват. Он сверхбыстрый, он прозрачный, он гибридный, он жидкий, в том смысле, что то это очки, то туманной синдромеды. Он опасный, и он опасный, потому что нам придется выбирать между свободой и безопасностью. Возможно, мы выберем безопасность. Не хочу ваших свобод, хочу, чтобы меня не убивали по возможности. Мир перестал быть человекомерным. Это, к сожалению, этот термин придумала не я, но он меня потряс. То, как сейчас техническая цивилизация живет, это не времена, в которых живут люди. Это нанометры, это наносекунды, это скорости, в которых мы не только не живем, у нас вообще нет никаких шансов как бы хоть как-то их унюхать. Поэтому, как нам в этом мире выжить, если действительно машины станут этим миром править, а они станут, это очевидная вещь, то что? То мы успеем увидеть, как они приняли решение? Может быть, даже не успеем. И это все ведет к тому, что вот здесь последнее написано, к пересмотру базовых, этических и правовых норм. Вчера вот в Петербургском университете я на ученом совете была, я член Большого ученого совета, и там выступал один юрист на тему, что будет с правом. Право не готово, возможно, это мир, в который мы сейчас вошли, к которому право, юриспруденция в том понимании, в котором человечество об этом знает, вообще неприложимо. Как бы, что с этим делать? Понимаете, разработчик сидит в Гималаях, пользователь сидит в балагу, ну и так далее, но даже не буду все описывать, так понятно. Базовые этические нормы, кто отвечает, например, за то, что происходит? Кто? Программист, владелец компьютера, владелец машины, которая ездит без пилота. Мы вкладываем программы, этические нормы, мы вкладываем этические нормы, если не секрет, какие, психологи здесь наверняка есть. когда этот пресловутый едет вагон, если направо поедешь, одного задаешь, если налево поедешь, пятерых задаешь. Это как вы собираетесь туда вложить? Какое из решений? И кроме того, это наступление праздной цивилизации и лишних людей уже не в метафорическом, а в буквальном смысле. Алексей Витерин, спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ой, спасибо. Как красиво. Спасибо большое. Ужасно красиво. И не замерзшие, между прочим. Ты здесь, да? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ